Хочешь поспорить, что в этой Вселенной есть место, которое настолько ужасно, что ты предпочел бы его не знать? Это место пугает, оно гигантское, пустое, одинокое и является загадкой для науки. Давай вместе отправимся в вымышленное путешествие по структурам Вселенной. Мы начнем с Земли, нашей привычной родной планеты. Наш космический корабль взлетает и покидает Солнечную систему, пролетая мимо знакомых планет, таких как Марс, Юпитер и Сатурн. В конце гелиосферы мы попадаем в межзвездную среду, оставляя Солнечную систему далеко позади себя. Наше путешествие ведет нас дальше во впечатляющие просторы нашей галактики Млечного Пути. Здесь мы обнаруживаем звезды в невообразимом количестве, некоторые из которых имеют прославленные имена, такие как Альфа Центавр или Сириус. Мы пересекаем усеянные звездами туманности, сталкиваемся с загадочными черными дырами и становимся свидетелями рождения звезд. Далеко за пределами нашей галактики мы узнаем другие звездные скопления. Мы видим галактику Андромеды, малые и большие Магеллановые облака и другие галактики. Все дальше и дальше мы узнаем гигантские скопления галактик, известные как скопления галактик Девы. Здесь сотни галактик связаны между собой гравитацией. Мы наблюдаем, как галактики влияют друг на друга, которые притягиваются, отталкиваются и иногда сливаются в увлекательном космическом танце. Галактическое скопление Дева является домом для более чем 1300 галактик и представляет собой впечатляющий пример размера и разнообразия структур во Вселенной. Наше путешествие продолжается суперкластеру галактик. Скопление Девы, крохотной частью которого является наш Млечный Путь, сама по себе является лишь небольшой частью суперкластера Шепли. Эта огромная сеть скоплений галактик соединена невидимыми нитями темной материи. В суперкластере Шепли сотни галактических скоплений, а сам он состоит из нескольких миллионов галактик. Мы распознаем структуры, нити, по которым ориентируются галактики и галактические скопления, а потом летим все дальше и дальше и распознаем загадочную область Вселенной. Небытие таких огромных размеров, что у нас перехватывает дыхание. Мы словно заглядываем в пасть Вселенной. Там, где мгновение назад свет и танец разноцветных галактик радовали наш глаз, теперь нависает угрожающая чернота. Астрономы называют эту загадочную структуру дипольным отталкивателем. Это пустое пространство в космосе таинственным образом влияет на движение галактик и весьма вероятно вносит свой вклад в ускоренное расширение Вселенной. Точная природа и функции этой области еще недостаточно изучены. Однако исследователи подозревают, что дипольный отталкиватель действует как невидимый космический проводник и вносит решающий вклад в стабильность Вселенной. Самая загадочная структура во Вселенной. Идея дипольного отталкивателя родилась в 2017 году, когда группа астрономов под руководством Ехуды Хоффмана предположила, что эта структура может быть одним из главных активаторов Вселенной. Основываясь на данных Two-Mass Redshift Survey и каталога Cosmic Flows 3, космологи потратили годы на изучение основ строения известной нам Вселенной. Эти два исследования потратили годы на анализ распределения и движения галактик в так называемом паттерне космических потоков. В рамках Two-Mass Redshift Survey было зарегистрировано спектральное смещение света миллионов галактик. С помощью светового смещения астрономы могут определить расстояние и скорость движения галактик в пространстве. Галактики, которые удаляются от нас, все больше смещаются в красный цвет спектра. Галактики, движущиеся к нам, становятся голубоватыми. Каталог Cosmic Flows 3 посвящен исследованию и распределению галактик в нашей космической окрестности. Данные из этого каталога точно описывают движения галактик. В результате были получены схемы нашей Вселенной, которые показывают потоки и взаимодействия между массивными структурами, такими как Великий Аттрактор и Дипольный Отталкиватель. Великий Аттрактор лежит в направлении центра так называемого суперкластера Гидроцентавра. Предположительно, Великий Аттрактор — это огромная и массивная область во Вселенной, которая также влияет на движение галактик в своей окрестности. В то время как гравитация Аттрактора притягивает галактики, Дипольный Отталкиватель отталкивает их. Можно также сказать, что Аттрактор и Репеллер действуют как космический вихрь. Их взаимодействие приводит к сложным схемам движения галактик во Вселенной, какой мы ее знаем. Теперь мы знаем, что все во Вселенной состоит из потока и постоянного движения. Точная роль Аттрактора и Репеллера до сих пор остается загадкой для исследователей. И прежде всего остаются вопросы о том, являются ли эти две структуры самыми крупными или же существуют еще более крупные единицы. Если ты посмотришь на эти карты строения Вселенной, то обнаружишь еще один невероятный факт. Структуры напоминают органические образования. Формы напоминают мозг или даже маленькие косточки и улитку в ухе. Подобные изображения вызывают вопросы. Может быть, наша Вселенная все-таки чем-то похожа на гигантское живое существо? Может быть, мы просто что-то в космосе, как митохондрии в клетках нашего тела? Вероятно, пройдут века и тысячелетия, прежде чем мы найдем все ответы на эти вопросы. Пока что аттракторы и репеллеры — это чистые понятия космологии. Никто пока не видел этих структур, но очень вероятно, что они там есть, и ученые рисуют такую ужасающую картину дипольного отталкивателя, что ты ни за что не захочешь туда отправиться, даже если у тебя будет космический корабль с варп-двигателем. Мрачно, одиноко и таинственно. Дипольный отталкиватель — это по-настоящему страшная и мрачная область Вселенной. В этой загадочной зоне галактики, кажется, отталкиваются от невидимой и страшной силы. Но что это за сила? Что обладает огромной способностью отталкивать от себя целые галактические суперкластеры? И почему? Кажется, что у всего во Вселенной есть таинственная цель. И идея жуткого и почти пустого царства во Вселенной, которая постоянно выталкивает галактики в бесконечные просторы, представляет нам неразрешимые загадки. Любой, кто наблюдает за танцем галактик, признает, что почти все во Вселенной ищет общество. Но дипольный отталкиватель — загадочное исключение. Какой еще цели служит это жуткое затмение? Что находится внутри него? И есть ли более детальная причина, по которой эта область отталкивает от себя галактики? Подобно не менее загадочным пустотам в этом пространстве, похоже, происходит что-то, что находится за пределами нашего понимания. Наше понимание и наши физические величины достигают непроходимого предела. Огромные пустоты без другого измерения? Дипольное отталкивание — это все еще чисто космологическая концепция, но пустоты уже давно стали доказанным и наблюдаемым фактом. Кроме того, пустоты — это гигантские регионы во Вселенной, в которых распределение галактики и материи, исчезающие мало по сравнению с их средней плотностью. Однако исследователи подозревают, что пустоты только кажутся пустыми. В них находится всего несколько галактик. Они настолько одиноки, что исследователи, живущие в них, вероятно, долгое время думали, что они единственная галактика в огромной пустоте. Расстояние между материей в великих пустотах невообразимо. Измерения показали, что эти регионы имеют низкую плотность, а большие пустоты, вероятно, являются прямым следствием Большого взрыва. Впервые пустоты были обнаружены в 1970-х годах астрономами, наблюдавшими за распределением галактик во Вселенной. Они заметили регионы, в которых галактики полностью отсутствовали или были распределены лишь очень тонко. Самая известная из них — пустота Ботеса, названная в честь одноименного созвездия Ботеса. Теперь исследователям известно множество других пустот, самое крупное из которых — суперпустоты, простирающиеся на сотни миллионов световых лет. Пустоты могут стать ключом к пониманию и расшифровке темной энергии, и в настоящее время они интенсивно изучаются. Предыдущие исследования выявили настолько странные вещи, связанные с пустотами, что ученые выдвигали самые безумные идеи. Таким образом, пустоты также могут быть чем-то вроде рубцовой ткани в космической паутине. Исследователи подсчитали, что в этих точках могли столкнуться параллельные вселенные. Это означало бы, что мы все-таки живем в мультивселенной, или что пустоты — это шлюзы в другие измерения. Есть и еще более интригующие теории, предполагающие, что пустоты могут быть вовсе не пустыми. Некоторые ученые предполагают, что в этих черных точках на небе могут работать продвинутые цивилизации, способные затмевать целые галактики, чтобы использовать их энергию в своих целях. Идеи и концепции, лежащие в основе этой гипотезы, восходят к российскому исследователю Николаю Кардашову, который в 1940-х годах предположил, что сверхразумы, развивающиеся на протяжении веков, однажды смогут построить массивные электростанции вокруг галактик, заставив их исчезнуть для наших глаз. Конечно, эти теории — чистая спекуляция, но они очень хорошо показывают, как эти огромные структуры доводят нашу науку до предела. Астрономы и космологи срочно ищут ответы, используя все доступные источники. Какую роль играют темная материя и темная энергия? Звучит невероятно, и все же это правда. Все космологические модели, которыми мы с тобой поделились, основаны на предположении о существовании двух сил, которые никто толком не видел и не измерял. Хотя темная материя и темная энергия невидимы для прямого восприятия, их существование было подтверждено многочисленными наблюдениями. Темная материя оказывает гравитационную силу, которая влияет на видимую материю в галактиках и скоплениях галактик. На самом деле считается, что темная материя составляет большую часть материи во Вселенной и формирует базовую структуру для образования галактик и космических нитей. Гравитационное притяжение темной материи стягивает галактики и скопления галактик вместе и позволяет образовываться гигантским структурам, которые мы тебе представили. Темная энергия – еще одно загадочное явление, которое действует как своеобразная противодействующая сила в космосе. Помимо прочего, она вызывает ускоренное расширение Вселенной и заставляет галактики удаляться друг от друга на больших космических масштабах. С этим ускоренным расширением и темной энергии мы сталкиваемся в дипольных отталкивателях, а также в пустотах. На эти течения в космосе влияют как притяжение темной материи, так и отталкивание темной энергии. Идея о том, что темная энергия ускоряет расширение Вселенной и тем самым отодвигает галактики от нее в определенных регионах, является даже базовым предположением для объяснения дипольного отталкивателя. Пустоты, огромные пустые регионы во Вселенной, также являются результатом сложного взаимодействия между темной материей и темной энергией. Гравитационное притяжение темной материи приводит к образованию больших пустот, а экспансивные силы темной энергии помогают пустотам расширяться и становиться все более пустыми. Несмотря на свою невидимость, эти загадочные силы имеют решающее значение для развития и судьбы Вселенной. Тот, кто однажды преуспеет в расшифровке темной материи и темной энергии, также преуспеет в складывании космической головоломки. И, возможно, однажды мы сможем объяснить, откуда берется все великолепие и красота Вселенной и какие силы стоят за этим фантастическим творением. Жми на кнопку подписки, ведь впереди еще много ярких событий.